В стране десятки миллионов гектаров пахотных земель расположены в зонах недостаточного увлажнения. К ним относится и Кулундинская степь на Алтае. Здесь каштановые почвы с ограниченным содержанием гумуса, но обилие тепла и света позволяет выращивать ценную твердую пшеницу. Однако влаги не хватает. Бывают годы, когда количество осадков не превышает 150 миллиметров. Частые засухи, нередкие пыльные бури. Известно, что когда пшеница кустится, в растениях образуется зачаточный колос. И чем лучше в этот период растение обеспечивается влагой и питательными веществами, тем больше появляется в нем продуктивных стеблей, колосков и зерен. Следовательно, тем выше урожай. При недостатке влаги в каждом колосе закладывается вдвое меньше колосков. Отсюда недородки. Последующие дожди уже не помогут. Итак, урожайность во многом зависит от количества выпавших осадков именно весной и в начале лета. Метеорологические наблюдения подтверждают, что в таких зонах, как Кулунда, осадки выпадают в течение года крайне неравномерно. Весной их мало. К тому же часть вешних вод не попадает в почву из-за глубокого ее промерзания. Летом дожди выпадают, но тогда велики потери влаги на испарение. Больше всего осадков в этой зоне выпадает осенью и зимой, до 30 процентов среднегодовой нормы. Правда, часть снега сносится потом в пониженные места рельефа. А нельзя ли сохранить дарованные зимой запасы влаги, использовать их в засушливое время года? Ученые Алтайского научно-исследовательского института земледелия и селекции разработали новый способ накопления почвенной влаги. Под каждую культуру севооборота они рекомендуют высевать кулисы, накопители снега. Рано весной поры обрабатываются сначала баронами БИК-3, а затем культиваторами КПП-2 и 2 и КПП-3 и 8. Посев кулис лучше проводить сейлкой СЗС-2 и 1, при этом используется три средних высевающих аппарата. В качестве кулисного растения рекомендуется чаще подсолнечник, но не менее эффективно на парах и горчица. Высевают подсолнечник с 25 июня по 5 июля, горчицу во второй половине июля. Нормы высева подсолнечника до 4,5 килограммов, горчицы до 1 килограмма. В сухих зонах расстояние между кулисными лентами 10-12 метров. Оно должно быть непременно кратным ширине захвата культиватора при дальнейшей обработке пара. В зонах с менее жестким водным режимом высевать кулисные культуры можно сейлками с дисковыми сошниками. Если совпадают сроки очередной обработки пары и посева кулис, используют агрегат из трех культиваторов и сейлки. Направление сева поперек господствующих метелевых ветров. После появления всходов подсолнечника сорняки в межкулисном пространстве уничтожаются культиваторами. Быстро развиваясь, растения в лентах смыкаются и не нуждаются в дополнительных обработках. Чтобы увеличить урожайность не только на паровых полях, кулиса создают на всех последующих культурах. В целях накопления влаги под вторую пшеницу после пара в посевах на первой культуре оставляют просевы шириной 1,8-2,1 метра. Затем в установленные сроки в них высевают кулисные растения. Если агрегат шестисеялочный, то в первый проход высевают пшеницу всеми сейлками, а при втором правую крайнюю сейлку отключают. В этом случае расстояние между просевами будет 23,1 метра. Сюда хорошо впишутся четыре прохода жатки ЖВН-6. В зонах с менее жестким водным режимом применяют зернопрессовые сейлки СЗП-3 и 6. Если агрегат пятисеялочный, чтобы получить просев, в крайней правой сейлке перекрывает шесть катушек. Схема посева в этом случае выглядит следующим образом. Расстояние между кулисами 34,2 метра. После появления всходов пшеницы просевы дважды очищают от сорняков переоборудованными культиваторами. С 25 июня высеваются кулисы. В Алтайском научно-исследовательском институте земледелия и селекции для этого применяют специальный агрегат АК-3. Он гидрофицирован и совмещает четыре операции. Предпосевную культивацию, посев с внесением удобрений и прикатывание. Междурядья кулис дважды очищаются от сорняков агрегатом АК-3, сейлкой СЗС-2 и 1 или культиваторами. Подсолнечник-накопитель влаги достигает полутора и более метров высоты. Он не мешает росту пшеницы и не засоряет полей. Стебли растений успевают вырасти и обеспечить ветроустойчивость кулис. Точно выбранные сроки сева не допускают созревания семян. Уборку пшеницы между кулисами лучше проводить жадками ЖВН-6 или ЖВН-6-12. Мульчирование полей соломой существенно повышает запасы влаги в почве, сокращает ее потери. В эрозеонно опасных зонах после уборки поля обрабатываются плоскорезами. В степи с помощью стерни и кулис удается накопить до полуметра снега. Это даст прирост урожайности до четырех, а на удобренных фонах до шести и более центнеров с гектара. Весной главная задача не потерять накопленную влагу. Для регулирования снеготаяния алтайские ученые применяют метод задержания спираль. Куда бы ни потекла вода, она всюду встречает преграды. Не найдя выхода из снежного лабиринта, вода устремляется в почву. И тогда выясняется еще одно достоинство кулис. Чем толще снежная шуба, тем меньше промерзает земля. Под действием вешних вод почва быстро оттаивает и начинает насыщаться влагой. В чем же действенность кулис? Полтора метра увлажненной почвы соответствует двум тысячам тонн воды на гектар. Разве это не гарантия высокого урожая даже в условиях засухи? Неудивительно, что кулисы используются в каждом поле севооборота, при этом предыдущая культура образует лучшие условия увлажнения для последующей. Весной остатки прошлогодних кулис уничтожаются. Новые кулисы создаются по такому же принципу, как и в посевах пшеницы первого года. Техника посева кулисных культур в каждом хозяйстве должна находить конкретные решения. Главное правильно составить агрегаты, которые должны обеспечить межкулисные пространства кратной ширине захвата уборочной техники. Если агрегат трехсейлочный, то три прохода сеют пшеницу, на четвертый крайнюю сейлку отключают и делают просев. Межкулисные пространства 23,1 метра. Всевооборотах с многолетними травами урожай пшеницы, идущий по пласту, бывает ниже, чем по пару. Поэтому кулисы необходимо применять на полях с травами. Многолетние травы высеваются под покров пшеницы и зернофуражных культур. Если агрегат пятисейлочный, шесть крайних аппаратов перекрываются. Вторым проходом образуется полоса шириной 1,8 метра. Межкулисное пространство при этом будет 34,2 метра. В дальнейшем кулисы сохраняются на весь период использования многолетних трав. Чтобы травы не сушали кулисных посевов, последние высевают раньше обычных сроков, до 25 июня. На полях института выпадает около 400 миллиметров осадков в гон. Влагонакопление кулисами позволило повысить урожай сена люцерно-костровой смеси на 10% с гектара. В зернопропашном севообороте кулисы применяются тоже под каждую культуру. При этом есть свои особенности. Посев кукурузы ведется с сейлкой СБК-4. Через каждые 8 проходов цепи с двух высевающих аппаратов сбрасываются. Ширина просева для кулис 2,1 метра. В более увлажненных зонах прибегают к помощи сейлок СКНК-6. Их устройство позволяет сбрасывать в цепи с трех аппаратов. Это расширяет просевы и создает для подсолнечника более благоприятные условия развития в мощной кукурузе. Расстояние между кулисами составит 35,7 метра. Посев кулис и уход за ними обычные. Убирают кукурузу в межкулисных пространствах комбайном КС-2,6. Повышая урожайность всех культур в полях севооборота, кулисы заодно преграждают путь и ветровой эрозии. Но не везде кулисы завоевывают признание. Может быть, их возделывание экономически невыгодно. Произведем несложный расчет. Возьмем для примера поле в 100 гектаров и средний для кулунды урожай 12 центнеров на круг. Оно даст 1200 центнеров зерна, а с учетом цены на реализацию пшеницы 12 тысяч рублей. Кулисы отнимают у поля 5% площади, но обеспечивают прибавку урожая минимум 3 центнера с гектара. Следовательно, оставшиеся 95 гектаров дадут 1365 центнеров, или 13 650 рублей. Возделывание кулис обходится в среднем 2 рубля за гектар, в нашем случае 200 рублей. Отнимем их. Получается чистая прибыль более 1000 рублей. А ведь с удобрением кулисы приносят еще большую прибыль. Применение кулис на полях института повысило здесь урожай пшеницы до 31 центнера на круг, а урожай зерновых с гектара севооборотной площади на 4 центнера. Теперь вы согласитесь, кулисы верные стражи полей, надежные средства сохранения и накопления влаги в почве, гарантия стабильных урожаев. Субтитры создавал DimaTorzok